OBD2 код неисправности техническое описание, неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и т.д., хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Когда я подключаю свой считыватель кодов к автомобилю и нахожу сохраненный P0.1.1.9, я знаю, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил прерывистый сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя EST. PSM контролирует EST, используя опорную цепь, обычно 5 вольт, которая заполняется датчиком EST, если используются отдельные датчики EST, один для PSM, а другой для датчика температуры, сам датчик обычно имеет двухпроводную конструкцию, первый провод несет в себе ссылку на 5 вольт, а второй провод провод заземления, датчик EST обычно является датчиком с отрицательным коэффициентом, что означает, что при увеличении температуры датчика сопротивление уменьшается, изменения в сопротивлении датчика приводят к колебаниям напряжения в цепи, которые распознаются PSM как изменения в EST, если в PSM и датчике температуры используется один и тот же датчик EST, то он будет трехпроводным, он реагирует на температуру так же, как двухпроводный датчик, но один провод подает входной сигнал на датчик, а один провод подает входной сигнал на PSM, просто, да. Несмотря на то, что расположение EST будет различным у разных производителей, оно всегда будет вставляться непосредственно в канал охлаждающей жидкости двигателя, многие автопроизводители устанавливают датчик EST в блок цилиндров или головку цилиндров, другие вкручивают его в один из каналов охлаждающей жидкости во впускном коллекторе, а некоторые размещают в корпусе термостата. Когда датчик EST ввинчивается в двигатель, наконечник датчика, который содержит термистор, выступает в канал охлаждающей жидкости, при работающем двигателе охлаждающая жидкость должна постоянно течь через наконечник, по мере повышения температуры охлаждающей жидкости двигателя увеличивается термистор внутри датчика температуры охлаждающей жидкости. PSM использует температуру двигателя для расчета подачи топлива, скорости холостого хода и момента зажигания Вход датчика EST имеет решающее значение, поскольку система управления двигателем должна работать по-разному Поскольку температура двигателя изменяется от температуры окружающей среды до температуры более 220 градусов по Фаренгейту PSM также использует вход датчика EST для запуска работы электрического вентилятора охлаждения Если PSM получает входные сигналы от датчика EST, которые являются неустойчивыми или прерывистыми, в течение установленного периода времени и при определенных обстоятельствах будет сохранен код P0119 и может загореться индикатор неисправности МАЛ – пример датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя EST, серьезности симптомы Поскольку датчик EST играет такую важную роль в управлении двигателем, необходимо срочно обратиться к коду P0119 Симптомы кода P0119 могут включать в себя, грубый двигатель на холостом ходу при холодном запуске, задержка или спотыкание при ускорении, насыщенный запах выхлопных газов, особенно при холодном старте, возможен перегрев двигателя Электрический вентилятор охлаждения работает постоянно или вообще не работает Причины, возможные причины для этого кода двигателя включают в себя, низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя, неисправный термостат, плохой датчик EST, обрыв или короткое замыкание проводки и, или разъемов в цепи датчика EST, диагностические и ремонтные процедуры Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Когда мне нужно диагностировать код P0.1.1.9, мне бы хотелось иметь под рукой подходящий диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, DVO-M, инфракрасный термометр и надежный источник информации о транспортном средстве, например, AllData DIY Мне нравится подключать сканер к диагностическому разъему автомобиля, получать сохраненные коды неисправностей и данные стоп-кадра и записывать эту информацию, чтобы начать диагностику, теперь очистите коды Далее я бы провел визуальный осмотр проводки и разъемов датчика EST, при необходимости отремонтируйте или замените сгоревшие или поврежденные провода и, или разъемы и проведите повторную проверку системы Если P0.1.1.9 не сбрасывается немедленно, он может быть прерывистым, управляйте автомобилем в обычном режиме, пока PSM не войдет в режим готовности OBD2 или код не будет сброшен, если теперь P0.1.1.9 сброшен, продолжайте диагностику Переподключите сканер и откройте соответствующий поток данных, сустите поток данных так, чтобы отображались только соответствующие данные, и ответ данных был бы намного быстрее Следите за температурой и напряжением датчика температуры охлаждающей жидкости при поиске глюков или несоответствий, PSM будет рассматривать их как прерывистые сигналы цепи датчика EST, если есть несоответствие, осмотрите разъем датчика EST на наличие признаков коррозии Проверьте проводку, которая проложена вблизи горячих выпускных коллекторов, коллекторов, прерывистое замыкание на массу и ослабленных или сломанных контактов разъема на датчике При необходимости отремонтируйте или замените неисправные компоненты Низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе также может способствовать сохранению кода P0119, когда двигатель остыл, снимите крышку высокого давления и убедитесь, что двигатель заполнен рекомендуемой охлаждающей жидкостью Если уровень охлаждающей жидкости двигателя упал более чем на несколько кварталов, осмотрите двигатель на предмет утечки охлаждающей жидкости, для этого может помочь тестер давления системы охлаждения При необходимости устраните утечки, заполните систему подходящей охлаждающей жидкостью и проведите повторную проверку системы Если датчик EST, на дисплее потока данных сканера, имеет слишком низкое или высокое значение, предположите, что он неисправен, используя DVO-M, протестируйте сопротивление датчика EST и сравните ваши результаты с рекомендациями производителя, замените датчик, если он не соответствует требованиям Если датчик EST кажется немного низким или высоким, используйте инфракрасный термометр для получения фактического значения EST, сравните сигнал датчика EST, отраженный в потоке данных, с фактическим значением EST и откажитесь от датчика, если они не совпадают Дополнительные диагностические заметки Прежде чем пытаться диагностировать P0119, убедитесь, что двигатель заполнен охлаждающей жидкостью и термостат работает нормально Другие коды датчиков EST, а также коды превышения температуры двигателя могут сопровождать этот тип кода, диагностика и ремонт других кодов, связанных с EST, перед диагностикой P0119 Другие диагностические коды датчиков EST включают P0115, P0116, P0117 и P0118